На Псалом 100 Опять, возлюбленные, блаженный пророк Давид приглашает нас к духовному пению. Опять побуждает нас единодушно воспевать прекрасную песнь. Опять, вызывая духовные небесные звуки, он песню возвышает наш дух. Воспевая по внушению Святого Духа, как одушевленная и разумная лира под действием Святого Духа, он научает и нас всегда петь духовно. Сам он поет не для того, чтобы доставить удовольствие или усладить слух, но для духовного и удовольствия и пользы. Он не ограничивается пением для слуха, но и на душу действует словами. Для слуха он преподает вразумление и познание истины, а душу утверждает и укрепляет спасение. Воспевая песнь, он стремится не к красоте слова, но к возвышению жизни поющих полезными наставлениями. Есть его песнь, не житейская или мирская, но божественная и духовная. Она проникнута полной скромности, между тем, как светские песни и мирские мелодии, раздражающие слух и расслабляющие душу, не приносят пользы, возбуждая только пагубные страсти. Обыкновенно наполненные постыдными словами и преступными желаниями, к удовольствию поющих и к нарушению самой мелодии, они расслабляют душевные силы и омрачают благородство души. Напротив, духовная песня, внушаемая Святым Духом и располагающая ум к пристойности в словах и к скромности в мыслях, и самую душу делают скромной, потому что душа, отзываясь на слова и поддаваясь мыслям, приобретает навык во всем том, что составляет сущность духовной песни. Итак, если духовная песня обладает такой силой, и пение духовное сопровождается таким действием, то посмотрим же, что заключается и в слышенном нами сегодня пророческом песнопении. Что оно гласит? «Милость и суд будут петь! Тебе, Господи, будут петь!» Весьма полезна и спасительно возлюблена эта песня, полагающая в начале своем милость и суд. Одно указывает на богатство божественного человеколюбия, а другое наказывает на нам великое благодеяние. Именно милость означает благоволение, дарованное людям по благодати, потому что слава в Вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. А суд – предопределенное свыше спасения. Кого предузнал, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Римлянам 8.30 «Благий Бог по милости и человеколюбии решил спасти погибающих под грехом». Об этом пророк и возвещает, научая нас воздавать посредством этой песни непрестанное благодарение Богу. «Милость и суд буду петь! Тебе, Господи, буду петь!» Мог разуметь оно другое, также в пророческом смысле, с помощью Духа Святого изображая будущее как настоящее. Именно созерцая праведный суд Божий, совершенный над неверным народом иудейским, так как иудеи не приняли проповеданного законом и пророками, то по справедливости были наказаны за свое неверие и лишены дарованного в законе обетования. Ведь, с другой стороны, народ из язычников, спасаемый милостью, в силу послушания и веры в Господа, он и пророчествует об этом приятным и сладким голосом, указывая всем благость владыки, чтобы всякий из нас, имея на языке эту песнь и приятным голосом, напевая сопровождающую ее мелодию, всегда имел в памяти владычнее благодеяние. «Милость, говорит Исуд, буду петь Тебе, Господи!» Хорошо и нам, братья, постоянно употреблять эту песню, чтобы в одно и то же время быть благодарными благодетелю нашему Богу и жизнь свою исправлять, стараясь вполне воспользоваться милости Его и судом. «Творите, говорит, милостыне и суд посреди земли, ибо милости хочу, а не жертвы, говорит Господь» Осия 12, 6. «Также милость створите каждый к ближнему своему, и судом праведным судите, ибо всех воля моя, говорит Господь» Захария 7, 9, Иеремия 9, 24. «Если так будем ходить и будем делать то, чего требует Господь, то будем и мы смело говорить слова песни. «Милость и суд буду петь, тебе воспою, Господи!» А чтобы убедиться тебе, возлюбленный, что эти слова имеют именно такое значение, вникни в последовательность написанного, и в ней ты найдешь подтверждение сказанному». Псалмопеевец продолжает далее такими словами. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, видишь, после того, как он исправил свою жизнь и прошел по всему пути правды, тогда ничего порочного и нечистого не находя в своих путях и понимая всякое оправдание и суд, и жизнь по закону, свидетельствуемую делами, тогда он воспевает эту песнь с радостью, рассказывая о своих делах». Он воспевал с разумением, чистым сердцем, исчисляя свои дела. Приготовив, как написано, пути Господни, исправив стези Божии, он ожидал пришествия Владыки, призывая его такими словами. «Когда придешь ко мне?» И как бы отвечая, говорил, «Я приготовился принять тебя умом своим, изгладил неровности моего сердца, отбросил все острое, не оставив никакого препятствия для твоего прихода, я сделал гладким путь души моей, очистил чувствование моего сердца, сделал чистыми все мои помыслы. Я готов принять тебя, когда ты придешь. Но когда придешь ко мне? Приходи беспрепятственно, Владыка мой, ты не найдешь во мне пути злобы. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. И чтобы тебе убедиться, что он приготовился к принятию Владыки усвоением себе всякой правды, послушай, как он с удовольствием вспоминает свои дела. Не положу перед очами моими вещи непотребны, дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Видишь, сколько и каких дел делалось блаженным. И с какой уверенностью и надеждой он исчислял свои подвиги и поступки. Толковать ли мне его речь? Или предоставить вам одним чтением усвоять себе смысл написанного? В самом деле, что яснее его слов? Или что и сказано сейчас нуждается в толковании? Но чтобы исследовать слова его, как они есть, с подробностью, сейчас мы опять восстановив их, припомним и посмотрим, какую пользу доставляет постоянное памятование их. Проходил он, говорит, в непорочности моего сердца посреди дома моего. Прежде всего велика и прекрасна добродетель незлобия. Ни одного только того, кто обладает ею. Она украшает, но простирается и на ближних, как говорит премудрый. Сын мой, если ты будешь мудр, то мудрость – это для тебя и для ближнего твоего. А если будешь буен, то потерпишь один. Притча 9.12. Итак, прекрасно незлобие. Это подражание владыке и уподобление Богу, потому что незлобил и свят Господь. Это незлобие есть охрана души, очищение мыслей, спокойствие нравов, умерение помыслов, ясность лица. Кротость глаз, наставник дружбы, мать любви, спутник веры, совершенство правды. Одним словом, корнем всякой добродетели и основанием всей благости является незлобие. Оно не знает самого смысла вражды, не ведает необузданности, гнева, не поднимает действия злобы, и оно как царица превозносится над всеми добродетелями. И так прекрасно незлобие – причина стольких благ. С него-то и начинает давить свою речь. Я ходил в непорочности моего сердца посреди дома моего, и не просто сказал «в незлобие», но «в непорочности моего сердца». Разумею, что у него не было одно на языке, а на сердце другое. Я не говорил устами «мирное», а в сердце, разумея, злое. Но каков был языком, таков был и в сердце. «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Здесь возлюбленный, он разумеет, не этот дом, дело рук человеческих, сложенные из камня или дерева, созданные из грубого вещества, но разумный храм души, отражающий вовне внутренний невидимый образ, созидаемый в разумной и духовной природе, оживотворяемый божественным дуновением, содержащий душу и содержимый душою, вместилище благодатных даров самобытной силы. Посреди этого дома ходил, говорит. Срединой называет основание сердца, потому что оно занимает середину всего человеческого тела. Злыми путями представляется помышление и пожелание, как говорит и спаситель, из сердца исходят злые помыслы, потому что от него исходит всякое движение человеческой природы. Это значит вот что. Произойдет ли беспокойство, сердце приходит в движение, случится ли тревога, сердце смущается, восстание ли врагов, поражается сердце, нападет ли страх, сердце трепещет, сообщает репетание и ближайшим членам тела, то затихая, то опять схватываясь, оно не позволяет успокоиться, но усиленным биением разносит беспокойство и волнение по всему телу, производит перемены и в цвете лица, и в наружности, и в состоянии духа, поражает бледностью и лицо, затемняет зрение, причиняет трясение губ, расслабляет колено и связывая язык, все движущий, производит заикание и вообще, можно сказать, делает человека диким и полумертвым. Когда начинается война, оно рвется в битву и не успокаивается, пока дело не дойдет до боя. Когда же все это кончается и завершается победой, тогда восстановляется обыкновенное движение сердца, и свет затем во всем теле водворяется спокойствие и довольство, смущение сменяется радостью, и все возвращается к прежнему состоянию, возобновляется порядок в отправлениях всех членов, опять просветляются глаза, успокаиваются губы, исправляется орган речи, лицо принимает обычные выражения, как будто какой искусный возница, овладевший вожжами, возвращает человека в прежнюю колею. 720. Впрочем, сказанный не относится к праведнику, его сердце не испытывает смущения или страха. Хотя бы ему угрожало нападение врагов, он смело говорит, «Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Салом 26.3. Поэтому он и говорит, «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, то есть наблюдал я за собою, испытывал самого себя, чтобы какой-нибудь горький корень, возросший, не отравил и не осквернил чувствование моего сердца, но чтобы не злобие, пребывая во мне, способствовало мне в достижении всех добродетелей, поэтому я не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу». Мои взоры не были обращены к греху и беззаконие не привлекало меня, чтобы я решился делать что-нибудь чуждое спасению. Но у меня пред глазами были страх Божий, соблюдение заповедей, дела правды, весь строй жизни по закону. «Не положу пред очами моими вещи непотребной, у кого взоры обращены ко греху, для тех беззаконие является целью, и они как бы вождем своим имеют грех. Сначала они допускают его в свое сердце, потом безраздельно впиряют в него очи ума и так устремляются к беззаконию. От всего подобного я был далек, я не ставил себе целью закона преступного дела, но мои взоры всецело были устремлены на то, вот чтобы жить согласно с законом. Мало того, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Не только сам я не хотел делать ничего противного закону Божию, но и нарушающих заповеди его я ненавидел. Сердце развращенное будет удалено от меня». Эти слова должны быть понимаемы двояко. Одни приступают заповеди Божии, его оправдания и суды, это суть преступники закона. Другие же попирают самое спасительное исповедание владыки, это уже преступники против Бога. Большая разница между преступностью тех и других. Первые еще имеют надежду спасения, сохранив корень богопознания. Вторые же совершенно лишаются спасения, отвергаясь самого виновника спасения. «И так я, — говорит, — всех творящих преступлений возненавидел, потому что начало греха отступления от Господа». Сираха 10.14. «Так говорит Премудрый. А мы не только не ненавидим закона преступников, но и принимаем их как друзей, тогда как не следовало бы даже просто приветствовать их, ибо нет мира нечестивым, — говорит Господь. Мы едим и пьем с теми, самой встречи с которыми должны избегать, их предавшихся демонам и вручивших свою жизнь бездушным камням и дереву, мы даже не должны считать из-за людей. «Разве не научает нас тот же пророк в другом месте, говоря, — мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи? В совершенной, полной ненависти ненавижу их. Враги они мне!» Солом 138.21. «Будем же и мы подражать пророку и возненавидим делающих беззаконие, чтобы через безразличное общение наше с ними не оказаться нам соучастниками их беззакония. Все обязывает нас ненавидеть общение с ними. И то, что они, отворотившись от света, ходят во тьме, между тем, какое общение у света со тьмою. И то, что, отвершись имени Христова, сами себе усвояют имя Велиара. Какое согласие у Христа с Велиаром. И то, что, уклонившись от входа сюда, они с бешенством стремятся в идольские храма, скверняясь их скверной. Какое общение у храма Божия с идолами? Итак, творящих преступления возненавидел. Не прилепится ко мне дело беззаконное. Дело преступное я ненавижу. Сердце развращенное будет удалено от меня. Опять и здесь, возлюбленный. Обрати внимание на смысл этих выражений. Не прилепится ко мне оно дело преступное. Сердце развращенное будет удалено от меня. У меня ничего лукавого или коварного. Но ни среди несчастливых скорбей, ни среди злых бедствий, ни среди вражеских нападений не прилепится оно ко мне. Сердце строптивое. Ни лукавый помысл, ни чуждое пожелание. Не тогда, когда я терплю притеснение. Не тогда, когда нахожусь в крайних бедствиях. Не даже тогда, когда я вижу грешников благоденствующими, нечестивых наслаждающимися богатством, и всех беззаконных наверху счастья. Даже тогда я не смущаюсь сердца своем дурными помыслами и не начинаю говорить, почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепкие. Дети их с ними, да мы их обильным богатством. Мне никогда не приходило таких мыслей, но хотя бы они благоденствовали, а я бедствовал. Я знаю, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, а от опытности – надежда, а надежда не постыжает. Риминам 5.3, Иов 21.7. Не прилепится оно ко мне, сердце развращенное. Держась таких правых мыслей прямого пути, я, когда лукавый приходил к моему сердцу, не только не мог допустить его к себе, так как у меня не было места для него, но даже и не заметил, когда он приходил, и когда я не принял его, так что я даже и не знал, когда я отклонил его. Лукавство его, как мимоходящая тень, скользнуло по мне, не причинив мне никакого вреда. 722. Будем же и мы воспитывать себя подобно пророку, чтобы, если бы пришлось кому из нас быть в затруднительном положении, явился бы к нему помысл от лукавого, то чтобы он не мог овладеть нашим сердцем, но удалился бы, оставив его неповрежденным, так чтобы и мы могли сказать, «Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню». Изучим, возлюбленные, эту прекрасную науку. Не только не клеветать, но даже и не слушать клеветы. Ужасное зло клевета, беспокойный демон, никогда не оставляющий человека в мире, какого в самом деле зла не производят клеветы. Из них рождается вражда, через нее возникают ссоры, от нее берут начало разногласия, дурные подозрения, возбужденные ей являются причиной бесчисленных зол. Ненависть имеет ее своим источником. И какие бы кто ни вообразил себе бедствия, все они окажутся проистекающими с клеветы. Всех увлекающие в злобу. Клевета возбуждает человека к убийству ближнего. Клевета ожесточает душу и разрушает братское общение. Недавнего друга без всякой причины делая врагом. Она, коснувшись Мариами сестры Моисеевой, тотчас покрыла ее проказой и навлекла на нее гнев от Господа. Она разрушает целые дома и мирные города возбуждает к войне. Она разрывает узы прекрасного мира и расторгает великий союз любви. Она, отклоняя от заповедей Божьих, научает преступлению и, отвлекая от общения с Богом, удаляет от истины. Она первоначально явилась причиной гибели первозданного Адама и лишила его райской жизни и небесного блаженства. Потому что она вошла в уста змея и взвела ложь на неложную благость Божию. Это она сказала. Как сказал Бог, ни от какого дерева нельзя есть и побудила Адама приступить заповедь и отпасть от истины. Склонивший к себе бывшего собеседника Владыки, она тотчас при помощи обмана сделала его врагом и сразу удалила от благ. Итак, будем же удерживаться от клеветы, удаляясь от нее, чтобы не войти во вражду со владыкой. Отстанем от клеветы, чтобы не сделаться несправедливыми судьями истины и не оказаться перед лицом закона ложными свидетелями. Иаков 4.11 Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Видишь, возлюбленный, как тяжел грех клеветы. Отстанем же от нее, чтобы не навлечь на себя суда. И тех, кто желал бы клеветать, прогоним от себя, чтобы, принимая участие в чужом зле, не причинить гибели самим себе. Не будем находить удовольствие в слушании клеветников, чтобы не подчинить себя дьявольским внушениям. Ведь и самая клевета называется дьявольской, получившей самое свойство себе названия от имени виновника. Значит, занимающийся клеветой служит дьяволу, занимаясь его дьявольским делом. Не допускающий такого человека к себе и самого себя избавляет от этого напрасного греха и согрешающего удерживает от несправедливого обвинения против ближнего. Наконец, и оклеветываемого спасает от обвинения. Таким образом, гнушаясь услуг клеветника, он делается устроителем мира и учителем дружбы. Научимся же и мы, гнушаясь этого дела, говорить тайно клевещущего на ближнего своего и сгоню. А чтобы тебе убедиться, возлюбленный, что клевета нисколько не содействует истине, обрати внимание на самое название ее, рассматриваясь в связи с ним последующее слово. Клевета есть учитель обвинения, а слово тайно указывает на ложь и постыдность этого дела. Когда дело касается истины, то следует обличить в лицо и смелостью соединить мир. Если же тайно, значит ты приносишь ложное обвинение, возбуждая против ближнего злое подозрение и не будучи в состоянии обличить его в том, что ты взводишь на него. Поэтому хорошее дело прогонять клеветника, как лжеца и вора, чтобы как-нибудь, смутив мир своей души, не сделать ее враждебной к ближнему из-за клеветы. Итак, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верность земли, чтобы они пребывали при мне. А что гордость ненавистна и самому Богу, послушай, что говорит Писание. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И в другом месте гордость ненавистна Богу и людям. Ирахов 10.7. И что гордится земля и пепел. И во многих местах ты найдешь, что гордость мерзкая и весьма ненавистна. Так и здесь говорит гордых оком и несытым сердцем. Такие не пребудут предо мной, но кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Так как гордость в высшей степени вредна и пагубна не только для того, кто усвоил себе ее, но и для того, кто ненадолго разделяет ее. Жадного, несытого сердцем пророк поставил рядом с гордым, так как душевное расположение обоих одно и то же и возносящегося над ближним и жадного по отношению к ближнему. 724. Итак, хорошо, братья, нам отложить гордость и приобрести смирение, чтобы услышать. Возвышающий себя будет унижен, но смиряющий себя будет возвышен. Хорошо укрепиться вместе с тем и в воздержности и умеренности, чтобы жадности и сердца не отогнать от себя правды и не услышать тогда за множество беззаконий Твоих открыт подол Твой у Тебя и обнажены пяты Твои Иеремия 13.22. Будем же избегать поведения свойственного людям гордым и жадным, чтобы вследствие привычки к общению с ними не усвоить себе и их пороков. Будем же усердны словом и делом в усвоении себе сказанного здесь гордым оком и несытым сердцем. Они не пребудут предо мною, но кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Это говорится от лица праведника. И на это Дух Святый как бы отвечает от лица Божия такими словами. Не будешь жить в моем доме поступающий коварно, говорящий ложь не останется перед глазами моими. Полученной от него верой полна вся вселенная, имея в ней неисчерпаемое благодство благочестия. Поистине Отче Господа обращены на верных, следя за ними, чтобы они не уклонились от истины. Если хочешь убедиться в истинности сказано, то вспомни блаженных апостолов, ведь они были верными земли, и через их веру проповедь спасения наполнила всю вселенную. Во всю землю прошли глаголы их, и до конца вселенной слова их. Эти-то верные восседают со владыкой, так как им сказано было, и вы сядете на двенадцати престолах судить двенадцать колен израилевых. Отче мои на верных земли, чтобы они пребывали со мною. О, чудо! Бренные телом восседают, а бестелесные будут предстоять. Я не уничижаю ангелов Божиих, да не будет, но возвещаю человека любие Божие, по которым он почтил человеческую природу. Если же святые апостолы будут восседать как судьи неверных, то необходимо отсюда следовать, чтобы и принявшие от апостолов веру, и подобно им веровавшие, чтобы и они были посаждены вместе с апостолами для того, чтобы произнести суд над непринявшими веры и неисповедавшими спасительного слова. Может быть, выскажу свое предположение, апостолами будет приведено двенадцать верных народов, которые вместе с ними будут судить двенадцать колен израилевых, не принявших апостольской проповеди и не поверивших владычной воле, желавшись, чтобы и они, приобщившись вере, услышали «Отчи мои на верной земле! Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется перед глазами моими». На похвалу праведника и Бог отвечает подобным же образом и объявляет, что таковы именно должны быть ходящие в вере. Он говорит «Ходящий по пути непорочному сей будет служить предо мною. Только таких слуг избираю я себе, которые ходят по пути непорочному, не уклоняясь ни направо, ни налево и не заблуждаясь от путей правды и истины. Блаженно непорочную в пути ходящие в законе Господнем». Итак, на слова пророка «пою и разумею пути Господней». Дух Святой отвечает здесь «Хотящий ходящий по пути непорочному сей будет служить мне». Как там псалмопевец говорит «тайна клевещущего искореню, изгоню», так и здесь сказано «говорящий неправедного не пребудет пред очами моими». Смотри, что говорит далее. «С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие». Эти слова его относятся уже к изображению будущего века. В самом деле нынешний век есть ночь, а будущее будет днем, как говорит мудрейший Павел. Ночь прошла, а день приблизился». Римлянам 13-12. Следовательно, утро означает восход вечного света, которым будут наслаждаться праведники. В это-то утро Господь избивает грешников, отсылая их в огонь вечный. Такова смерть грешников, как говорит и сам Спаситель. Более всего бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить из гиене. Итак, наутро буду избивать всех грешников с земли, чтобы истребить их из града Господня, то есть от горнего Иерусалима, всех делающих беззаконие, потому что в нем, в Иерусалиме, будут покоиться только праведники, наследующие вечное царство, которое, да и унаследуем все мы с вами. После угодной Ему и святой жизни, во Христе Иисусе Господе нашем, Ему слава и держава во веки веков. Аминь.